Следующий вопрос. Тот, который опоздал на намаз и пришел и упустил два ракаата намаза. То есть пришел, люди читают уже третий ракаат, а он пришел, для него это какой ракаат? Первый ракаат, так или нет? Так вот, люди читают третий ракаат. Они после патики что-нибудь читают или нет? Они после патики ничего не читают, в том числе имам. А для него это первый ракаат. Для него узаконено читать суру фатиха или нет? А, и после суру фатиха будет суру или нет? Узаконено. Так как для него это первый ракаат и второй будет ракаат, так или нет? Второй будет ракаат. Теперь наш вопрос в чем заключается? После того, как имам даст салям, он встает на третий ракаат, так или нет? Этот человек, который опоздал, встает на третий ракаат. Должен ли он что-то читать после патики или нет? Вот это вопрос. Ясно или нет? Говорит, считают шафииты, как это пришло в книге Шарфуль Маазаб, То, что желательно ему что-то прочитать после фатихи. Для того, чтобы его намаз не ограничивался только на фатихе. Как это понять? То есть шафии, при что говорят? Человек пришел опоздал, пришел на третий ракат. Он вместе с имамом сколько ракатом совершит? Два раката. При этом для него желательно читать какую-то суру после фатихи или нет? Желательно, так как в его случае это первый и второй ракат для него. Так или нет? Но говорит, что он не успеет этого сделать, потому что имам сразу после фатихи уходит на руку. Получится что? Что он первые два раката прочитал и ничего из этого, после суру фатихи ничего не успел прочитать. Поэтому говорят, чтобы весь его намаз не получился так, что он ограничился во всем намазе только на суру фатиха. Желательно ему в третьем и четвертом его ракатах прочитать что-то после фатихи. Понятно или нет? Так как здесь его уже никто не торопит. Он встает спокойно и читает один. Первое мнение это мнение шафиитов. Говорит, что его ревая нахмад, и это один из реваятов имама Ахмада, и одно из мнений ханбалитского мазхаба, и это мазхаб кого? Ханафитов. Второе мнение это мнение имама Ахмада в одном из реваятов от него. То, что человек в третьем и четвертом ракате ограничивается сурой фатиха, даже если он опоздал на первые два раката. Вакадраджи Хагази Ревая и правильно посчитал это мнение Аль-Маджида Ибну Таймия. Точнее то, что это мнение больше принадлежит имама Ахмада, чем другие. И к этому мнению склонился Ибну Раджида. И это одно из мнений шафиитов. Так, знаешь, в вопросе два мнения. Этот вопрос строится на разногласии. То, на что успел опоздавший. Это его начало намаза или его конец намаза? То есть в каком смысле? Произошло разногласие. Этот вопрос на самом деле у нас придет дальше по книге. Дальше, немножко далеко, но придет. Произошло разногласие. Когда человек опаздывает на намаз и приходит на третий ракат. Этот третий ракат для людей какой? Третий. Произошло разногласие. А для этого опоздавшего это какой ракат? Третий или первый? Некоторые сказали, это для него третий ракат. Так как он вместе с людьми должен читать. Поэтому он читает вместе с ними третий, четвертый. А потом дочитывает первый, второй. Понятно ли нет? То есть они поменяли местами. А другие сказали нет. Он пришел на третий ракат, это для него третий, четвертый. Хоть он еще и не прочитал первый, второй. Понятно ли нет? Точнее наоборот. Они сказали, что второе мнение противно первому. Так или нет? Что он пришел на третий, четвертый. Это третий, четвертый для людей. А для него это первый, второй. Так как это первый и второй. Так или нет? И сказали, что так же как человек не может жениться на третьей жене. Без того, что у него есть первое Так же у него не может быть этот ракат третьим Пока у него нет первой Так или нет? Так И сказали, что поэтому Хоть для людей это третий, четвертый ракат Для него это первый, второй Поэтому он потом дочитывает третий, четвертый Поэтому исходя из этого получилось разногласие Какое? То, что Есть ли этот намаз Или этот третий, четвертый ракат Для этого человека на самом деле первый, второй Значит первым во втором Он после фактики должен что-то читать Так или нет? А в третьем-четвертом он не должен ничего читать. Соответственно, что? После того, как он встает после Саляма, с Кесарам Даля, он встает дочитывать 3-4-й Ракад, он что, ничего не читает. Так как это для него 3-й, 4-й Ракад. А при верности первого мнения, что сказали? Так как это для него тоже 3-й, 4-й, а он встает дочитывать 1-й и 2-й, соответственно, он читает что-то после Пакет. Я думаю, все понятно, не шало, так или нет. То есть, хоть немножко кажется сложным, но на самом деле все легко. Так или нет, все легко. Так вот, ворадишь правильное мнение в этом вопросе, то есть, в том вопросе, на котором строится хиляка, на котором строится наш вопрос, в том вопросе, который у нас еще дальше придет. То, что те Ракады, которые опоздавший читает первыми, а для людей это 3-й, 4-й, для него это 1-й, 2-й. Понятно или нет? Так как не может человек жениться на 3-й, без того, что у него нет 1-й. То же самое, не может у человека быть Ракад 3-м, вместе с тем, что он еще не прочитал 1-й, 2-й. Понятно или нет? Говорит, А что касается того, что он потом дочитывает, то это его конец намаза, то это его последние 2 Ракада. Поэтому основываясь на этом, правильным мнением в нашем вопросе является мнение 2-е, о том, что человек в 3-м, 4-м Ракаде, который он дочитывает сам, не должен читать ничего после Суры Фатии. Понятно или нет? Понятно. Следующий вопрос. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!